Мы на Политбюро, здравствуйте, я Инга Мизерия, со мной на связи Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Инга. Итак. Итак, сложный месяц выдался для Украины, очень напряженный, и внимание к Украине было приковано в основном, исходя из того, что, возможно, горячая фаза войны с Российской Федерацией. На данный момент, после всех переговоров, которые были и с Украины, и без Украины, есть ли у нас настоящие союзники, на которых Украина действительно может рассчитывать? Вы меня спрашиваете, да? Конечно. Это вопрос? Да. Конечно, есть союзники, на которых вы можете рассчитывать, и я скажу, это, наверное, такая, не к столу будет сказана российская поговорка. Украина, у вас два союзника, военно-морской флот и армия. Это ваши союзники. Ну, конечно, не без хорошей экономики и маленьким уровнем коррупции. Вы союзники. Остальные, это такие сочувствующие, иногда могут помочь, иногда нет. Но это уж как получится. Рассчитывать, вы можете только на себя, и я думаю, уже пришло время, что вы это осознали, вы это поняли, и только надо меньше слушать вот этих головастиков, которые у вас говорят по телевизору, постоянно на всех главных каналах, убеждая вас, что вас не дадут в обиду. Поговорите с Израилем. Дадут. Еще как дадут в обиду? Когда им нужно будет, когда Северный поток будет зарабатывать окулярды долларов, Германия вас даст в обиду, уже дала в обиду. И никогда не проголосуют за то, чтобы вас взяли в НАТО. Просто потому, что денег много. Не хотят ссориться с Путиным, с Россией. Много денег. А Украина что? Она не даст. И то же самое с Соединенными Штатами Америки. Байден вам обещал, что когда он придет к власти, то Путин долго не удержится. И что он с Путиным таким милым, как Трамп, не будет. Вот как марионетка Трамп. А когда пришел, первое дело поднял цены на нефть. Не нужно армии, не нужно войны, не нужно ядерных бомб. Цены на нефть обрушите, как это сделал Трамп. И Путин, и Россия опять на коленях. У него больше нет никакого кислорода, кроме нефти. А когда нефть такой ценой, то, конечно, он весь мир может завоевать. Потому что он весь мир держит за одно место. И с такими ценами. Ну и, конечно, Украина оказывается в очень-очень тяжелой ситуации. Ему не нужна горячая война. Он добился всего, чего он хотел. Он выиграл. Он обыграл. Правда, это он сделал руками тех же, кто его и ненавидит. Тех же, кто по телевизору каждый день рвут на себе вышиванку, или тельняшку, или, я не знаю, бейсболку. И кричат, что мы ненавидим Путина. И вот этими же, как говорит Михаил Верил, идиотами он победил в этой битве. Но это не значит, что Украина не должна готовиться к горячей войне. Она всегда должна готовиться. Всегда должна держать армию и флот сильными, подготовленными. Потому что если ты ожидаешь войну, и когда по телевизору у вас все там эти умники рассказывают, как будет происходить атака на Украину, Россию, понятно, что этого уже не будет. Если это уже объявили, то этого уже не будет. Но так исторически сложно, что никогда такого не было. Правда, было пару раз, когда Обама сказал, что 27 января мы будем бомбить Торо Бору, где сидят алкайды и террористы. 25 мы бомбили. Но он это там объявлял 5 декабря. Они знали, что мы будем это делать. Но это так не делается. Поэтому если будет какая-то горячая война, схватка, то она будет такая, как это было в 2014 году с Украиной, неожиданно. Как это было в 2008 году с Грузией. Ну, как обычно воин делает, неожиданное нападение. Когда все привозят тебе бумажки, говорят, я вам привез мир с Германией, Чемберлен. А Чорчилл сказал, хотите мир, получите войну. Но так как Украина готова к войне, подготовлена, даже я могу сказать не то, что готова, а подготовлена, и ожидает ее, надеюсь, что ее не будет. Не похоже. На ваш взгляд, почему Соединенные Штаты Америки проигрывают эту гибридную войну, дипломатическую войну с Российской Федерацией? В чем смысл? Это заказ такой есть? Почему, на ваш взгляд, Байден поступает именно так, как поступает? Ну, это не Байден. Мы понимаем, что Байден не может ничего продумать. Байден уже не контролирует даже свои такие человеческие функции, когда встречается с папой римским или с королевской семьей. Он не понимает, он только сходил в туалет, или он еще идет в туалет. Он уже человек не в себе. Поэтому и Камала Харрис тоже, ее вообще нигде не видно. Поэтому мы понимаем, что руководит эта команда вся Обановская в Белом доме. Обама не покинул Вашингтон. Я считаю, мое личное мнение, что это Обама руководит, или его команда руководит. Это Давосовская команда, то есть большевистская команда. Пролетарии всех стран соединяетесь. Мировая революция. Сделать такой один большой Китай из мира. И вот они, этого они добиваются. Там 20-30 тысяч человек будут управлять всем миром. Ну, там, как в Америке, мы будем жить, может быть, чуть-чуть лучше, чуть богаче, там где-то будут жить хуже. Но, в конце концов, мы все будем жить плохо. Как при советской власти это произошло, что все все равно оказались в плохой ситуации при социализме. Хотят построить такой большой социалист, большую дружную семью братских народов. Они добиваются, это учат у нас во всех университетах. Это поэтому слабый лидер. Но когда такое происходит, конечно же, тогда появляются и Гитлер, и Сталин, и Пол Патт, и все остальные тираны, с которыми эти слабаки бороться не могут и не смогут, пока сильная личность не появится на горизонте. К сожалению, тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают добрые времена, добрые времена создают слабых людей, а слабые люди создают тяжелые времена. Вот такой цикл мы проходим сейчас. Поэтому такого однозначного нет у меня ответа, кроме того, что большевики не пропали в 1991 году, а наоборот родилась еще более новая, с большим иммунитетом большевистская такая власть. И вот сегодня она начала показывать свое лицо. Она выросла. Гарри, большое вам спасибо, с нами на связи был... Спасибо, что Политека меня не забывает, и еще одна из немногих, которых меня зовут в эфир. Зовем с большим удовольствием, не последний эфир, но на данный момент прощаюсь. Гарри Табах был с нами на связи, оставайтесь на Политбюро, подписывайтесь, я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok